На портал Экзагет поступил вопрос. Не успела дома прочитать все правила к причащению. Можно ли дочитать во время литургии, пока стою на службе? Короткий ответ – категорически не стоит. Вот не стоит от слова совсем. По той простой причине, что литургия является нашим общим делом. Не делом священника и хора, а делом всех собравшихся. Собственно, литургия, являясь таинственным выражением любви, реализует церковь как собрание верующих, как единство. Мир лежит в зле, в том смысле, что он фрагментирован, разобщен, нецелостен. Собираясь в церковь не как в здание, а как в союз, мы пытаемся преодолеть ненавистную рознь мира сего. Каким же образом мы с вами ее преодолеем, если, собравшись сюда, мы каждый обращены в некое индивидуальное прошение, индивидуальное моление, индивидуальную нужду. Когда священник говорит, да, ныне отложим всякое попечение. Я пекусь о том или другом или третьем. Горе имеем сердца. Я в этот момент дочитываю одиннадцатую молитву к причастию. Ну и другие удивительные вещи. Ни в коем случае. Молитвы к причастию должны нас собрать и подготовить. Ну как бы, когда вы приглашаете домой гостей, вы не дорезаете салаты прямо перед ними на столе. Все, что вы сделали, то и сделали. Ну как бы, может быть, к следующему разу вы постараетесь сделать больше, но сейчас вы предложите только то, что уже готово. Для того, чтобы всех, ну скажем так, в неудобные обстоятельства и в странные переживания не вводить. Точно так же и с этой подготовкой. Когда мы с вами готовимся к литургии, да, вот для этого есть время и место. Дома, в меру наших сил и возможностей. Если вы несете какое-то обширное молитвенное правило подготовки к причастию, хорошо. Если вы его не несете, обсудите это с духовником, это вариативные, скажем так, возможности. Но когда вы пришли в храм, когда вы собрались в эту самую церковь, да, как в единство и собрание верующих, все, отложите такого рода свои личные, индивидуальные просьбы и требования. Для них тоже есть какое-то место в литургии. Ну, например, когда мы те же самые записки пишем, понятно, что мы пишем о своих близких. И они будут помянуты, но даже они будут помянуты в рамках общего дела. Заметьте, когда, например, священник или диакон читает их вслух, он делает это не для того, чтобы вы в гомоне незнакомых голосов расслышали своих и поняли, что их никто не потерял. Он делает это ровно для того, чтобы вы расслышали всех и каждого. И чтобы все собравшиеся молились о нуждах всех тех, чьи, собственно, вот эти нужды и необходимости они на эту литургию принесли. Я не выслушиваю своих только. Я молюсь о всех, кого перечисляют. Поэтому и с правилом к причастию ровно та же логика. Все, что вы успели осуществить до службы хорошо и правильно, придя на нее, объединитесь в общем едином молитвенном делании. Ничего другого категорически делать не стоит. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok